Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар 24. О метеоявлениях ближайших суток расскажу вам я, Асель Палаева. Кроме того, сегодня вы узнаете несколько душераздирающих фактов о таком атмосферном явлении, как смерч. Но прежде о синаптической карте страны. Во вторник показания барометров на севере Казахстана будут падать. Это скажется влияние фронтального раздела, который прочно обосновался на западе. От него в регион придут парламентеры – разрозненные массивы кучево-дождевых облаков. Только на востоке сохранится солнечная, сухая и не по сезону теплая погода. Кокшетау как раз окажется в этой зоне, без осадков, плюс 21 днем. Костанай на линии дождей, 18 тепла. Петропавловск до 21 выше нуля. Приготовьте зонты. Запад страны влажным рощерком пересечет линия холодного атмосферного фронта. Ясным небо не будет, здесь соберутся отдельные дождевые облака. Что наряду со свежим порывистым северо-западным ветром понизит температурный фон до своей нормы, а кое-где и немного ниже нее. Ахтубе пронизан дождевыми струями, 16 выше нуля. В Уральске 13 тепла, но зато без осадков. Атрау предстоит вполне солнечный день, 17 со знаком плюс. Ахтау дождь, до 15 с положительным значением. На юге республики ожидается настоящее лето. Благодаря непререкаемому господству в атмосфере антициклона, день выдастся малооблачным и тихим. Местами чистое небо и ничем не сдерживаемое солнечное тепло позволят столбикам термометров штурмовать даже 30-ти градусную отметку. Это, между прочим, на 5-7 градусов теплее положенного по климату. Козлорда плюс 31 без осадков. Легкие облачка едва облегчат жару в Шамкенте. Тарас плюс 25 на солнце. Талдык орган выбрал идеальную температуру для конца апреля. 24 выше нуля. Праздник света и на востоке. Синоптическая карта в этом регионе государства будет представлена осью гребня сибирского антициклона. В переводе на понятный язык это сулит жителям трех областей комфортную погоду. Температурный режим на несколько градусов выше климатической нормы. Усть-Каменогорск нежится на солнышке. Плюс 17 облака. Семей и Павлодаре ясно. В среднем 16 выше нуля. В Центральном Казахстане на синоптической карте также будет преобладать антисоклональная деятельность. Нисходящие воздушные потоки, как опытные дворники, очистят небо от облачностей. Приток солнечного тепла заставит столбики термометров ползти вверх. Жасказган тренируется встретить лето. Уже 27 выше нуля. Карагандинцам обещана ласковая весенняя погода. Без осадков плюс 23. Солнце не оставит и алматинцев. Над горами не будет осадков. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8, днем плюс 23. Столица тоже сверкает в солнечных лучах хорошая день ото дня. Без осадков. Ветер юго-восточный до 8 метров в секунду. Ночью на термометрах плюс 6, днем плюс 24. Образцово показательная погода. Но человечеству не стоит забывать и о том, что бывают крайне опасные явления природы. Например, смерч. Атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом грозовом облаке. Он устремляется вниз, часто до самой земли в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Обычно поперечный диаметр воронки смерча в нижнем сечении составляет 300-400 метров, но при прохождении воронки над сушей может достигать 3 километров. Скорость движения воздуха в вихре может достигать 1300 км в час. Сам смерч перемещается вместе с порождающим его облаком со скоростью 20-60 км в час. Рекордом времени существования смерча можно считать Мэтвинский смерч, который в 1917 году за 7 часов 20 минут прошел по территории США 500 км, унеся жизни 110 человек. Поэтому давайте радоваться такой спокойной и прекрасной погоде. Это была метеорологическая служба Хабар-24. До скорого!